Французская компания Бандюэль подверглась на своей родине жесткой критике, что, дескать, пока все прогрессивное человечество, сказала этому вашему Путину фу-фу-фу, бессовестные бизнесмены Пятой Республики продолжают кормить неблагодарных россиян зеленым горошком и желтой кукурузкой. Правда, надо заметить, в свою очередь товарищи из Бандюэль даже не скрывают, что российский рынок для них номер один в бизнесе и занимает больше места, чем немецкий или даже, да-да-да, собственно, французский. А потому, пока граждане в Париже бузят и требуют больше зарплат, да электричество там постоянно дорожает и вообще не по-не против, кого санкции на самом-то деле вводились, предприниматели Пятой Республики не готовы просто взять и потерять шикарную нишу, которую, разумеется, доказано хоть Макдональдсом, хоть производителями грибов, которые теперь в России фактически только отечественные, сразу займут другие игроки. Как говорится, кто много спит, тот ест во сне. Ну и, кстати, это не единственный пример. Так, пока автопроизводитель Рено гордо ушел, попав на очень солидную денежку, сеть гипермаркетов Ашан, которую тоже критикуют, что она продолжает зарабатывать, и эти ваши рубли из 231 магазина, стоит как вкопанная. А все почему? А потому, что в России группа получает 10% своего общего дохода, да и принадлежащие этой же бизнес-конторе магазины для ремонта Леруа Мерлен, в количестве 112 штук, тоже никуда не уходят. К тому же, как мы уже рассказывали, на французском телевидении выступила журналистка Анне Нева, которая несколько месяцев прожила в России, недавно вернулась на родину и сделала сенсационное заявление, такое надо цитировать «Здесь не должно быть никакого недопонимания. Русские живут абсолютно нормально. Я не видела абсолютно никакой разницы между этой поездкой в Россию, которая находится под западными санкциями, запрещенную и отмененную, и моими прошлыми визитами в эту страну. Никакой разницы». Чего? Кстати, не скажешь про самих французов. Еще больше ужасных подробностей, как обычно. Через пару секунд. Итак, друзья, вот и закончился 2022 год и начался 2023. Пускай он будет лучше для вас и ваших близких, а наша передача, как вы поняли, уже на работе, ведь вы должны знать все, что происходит, пускай и под салатик с фожерчиком, или также уже на посту, как и мы. Однако, в любом случае, мы будем рады помощи от вас, потому что финансово по-прежнему ничего не изменилось. Редакция канала «Не конец истории» крайне зависит от ваших подарков. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику, а зрители из-за границы могут нажать кнопочку «Спонсировать». Теперь это возможно. Вы не бросили нас в 2022-м, не бросайте сейчас. С Новым Годом и вместе победим! Итак, пока товарищ Макрон готовит подотчетное население, как и товарищ Шольц у себя, как и Риша Сунак, на проклятом острове, к тяготам и лишениям, главное, чтобы Путину было обидно, в самой Франции приключения, так сказать, продолжаются. Так, например, Макдональдсы в Пятой Республике перешли на многоразовую посуду. В смысле, получается, хорошую и добротную. Однако тут вышла незадача, ведь местное обрадованное население тут же стало ее, как бы это, тырить. Причем, что-то же весело в посуду, это не шутка. Производители встраивают GPS-чипы, а на дверях некоторых ресторанов уже висит надпись «Тарелки не выносить» или вам придется объясняться с полицией. Интересно, и согласитесь, у товарищей нравы и традиции. Правда, и это, очевидно, не конец истории.